Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем урок русского языка. Давайте рассмотрим задание номер 17. Оно звучит следующим образом. Расставьте все знаки припинания, укажите цифру цифры, на месте которой-которых в предложении должна или должны стоять запятая или запятые. Обратите внимание, мы не знаем, какое будет правильное количество ответов. Для того, чтобы правильно выполнить это задание, нужно сделать следующие шаги. Обязательно нужно найти грамматическую основу, потом разобрать предложение полностью и посмотреть, может быть, это предложение что-то осложняет. Определение, обстоятельства, приложение. Остановимся пока на определениях. Для того, чтобы посмотреть, нужно ли ставить запятые при определении, нужно найти сначала определяемое слово. Что такое определяемое слово? Слово – это главное, от которого мы задаем вопрос к определению. Выделяются запятыми следующие определения. Это причастные обороты. Два и более одиночных определения, если стоят после определяемого слова. Почти каждому человеку, человеку какому, нелишенному воображения, судьба готовит встречу с Парижем. Вот и угловой дом. Дом какой? Деревянный и одноэтажный. Недавно крашены. Не выделяются запятыми те обороты, которые стоят до определяемого слова и не имеют добавочного обстоятельственного значения и не относятся к личному местоимению. Например, он чувствует смешанную с тревогой гордость. Гордость какую? Смешанную с тревогой. Запятыми не выделяем, потому что определяемое слово стоит после причастного оборота. Обратите внимание на личные местоимения. Вне зависимости от того, где оно стоит, мы всегда будем выделять определение запятыми. Сопровождаемый лаем караульных псов я вышел к зоне. Смотрите, местоимение стоит после, но мы все равно запятую ставим. И еще один нюанс, который иногда попадается в заданиях. Если определение имеет добавочное обстоятельственное значение причины, времени, уступки, то тогда мы тоже выделим запятыми, даже если определяемое слово будет стоять после. Например, обвешенное редкими облаками небо казалось хмурым и неприветливым. Почему небо, небо это определяемое слово, было таким хмурым? Потому что оно было обвешено редкими облаками. Причина у нас здесь. Не выделяются запятыми одиночные прилагательные причастия, которые входят в состав сказуемого. Например, он показался мне усталым и грустным. Определения могут быть, ребята, и однородными. Посмотрите. Жизнь какая, лишенная нравственных начал, жизнь какая, сведенная к выживанию, недостойна человека. Мы открыли оборот и закрыли только здесь. Почему? Потому что союз И соединяет два однородных причастных оборота. Только в этом случае мы не будем ставить запятую. Как только этот союз исчезнет, мы, как и при однородных чинах предложения, поставим запятую. Когда же, в каких случаях обособляются обстоятельства? Вы, наверное, все помните, что они обособляются всегда, в отличие от причастных оборотов. Вне зависимости от того, где стоит дейпричастный оборот, или, может быть, это одиночное дейпричастие. Но все-таки есть некоторые нюансы. Давайте их рассмотрим. Например, что у нас обособляется? Я глядел смело на Пугачева, что делая, готовясь повторить ответы великодушных моих товарищей. В отличие от причастного оборота, определяемым словом у дейпричастного оборота будет глагол. Дейпричастие у нас обозначает добавочное действие. Я глядел, что при этом делал, готовился повторить ответ. Не выделяются запятыми дейпричастие и дейпричастные обороты, которые представляют собой фразеологический оборот. Фразеологический оборот – это устойчивое сочетание в переносном смысле. Вся команда чинит паруса, не покладая рук. То есть они очень стараются. Есть такой нюанс. Частицы только и лишь включаются в состав оборота. То есть запятую мы ставим перед ними. И не нужно путать, ребята, близкое по значению, по функции наречия, дейпричастие. То есть есть такие дейпричастия, которые уже перешли в наречие. Поэтому мы запятую ставить не будем в таких случаях. Задаем вопрос, определяем часть речи. Есть еще очень такой яркий нюанс. Если есть союз, вообще когда вы видите союз, обратите внимание на него. Какую функцию он выполняет? А в этом задании мы должны посмотреть, какой именно союз стоит. Если это союз А, и у нас дальше идет оборот, то мы запятую поставим только перед союзом А. Скворцы постоянно дрались галками, запятая, а успокоившись ненадолго, запятая, рассиживались на ветвях вековой липы. А если союз И стоит, то мы запятую поставим после него. Посмотрите, нагибаясь гривом, они хлистали коней и, уходя от выстрелов из оврага, помчались к лесу. В данном случае союз И здесь выполняет совершенно другую функцию. Они что делали? Хлистали, и они помчались. Он соединяет однородные с казуемым. Поэтому очень, пожалуйста, будьте внимательны, когда вы видите союзы. Иногда попадаются, ребята, приложения. Давайте вспомним, что это такое. Это второе имя предмета, второе название. Они вообще выделяются всегда и при личных местоимениях, и любые приложения, которые присоединяются словосочетанием по имени, по фамилии, по просьбищу, по происхождению, или, например, союзами, а именно «или». Приложения могут быть, ребята, распространенными. Рассмотрим несколько примеров. В вопросе фельдшера послышался тайный упрек ему, командиру. «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни?» Приложение «Любимец богов». И вот однажды приезжают два цыгана. Один дедушкин знакомый по имени Никифор. Рассмотрим задание. Расставьте все знаки припинания. «Укажите цифру или цифры, на месте которой, которых в предложении должны стоять запятая или запятые». «Юркнув между машинами, разведчики очутились в кувете и, вынурнув оттуда, быстрым шагом стали углубляться». Давайте разберем предложение. Когда мы выполняем это задание, ребята, найдите, пожалуйста, грамматическую основу. «Очутились кто?» «Разведчики». «Что-то они еще сделали?» «Да, они еще стали углубляться». «Углубляться куда?» «В лес». Теперь смотрим, чем это предложение осложнено. В итоге мы видим, что это предложение простое, но оно осложнено однородными сказуемыми. «Разведчики очутились, что сделав, юркнув, ей причастный оборот, между машинами». Таким образом мы здесь поставим запятую. «Очутились в кувете и, вынурнув оттуда, быстрым шагом стали углубляться». «Стали углубляться, что сделав, вынурнув оттуда». Это тоже границы идеи причастного оборота. Значит, запятую мы поставим именно после «и». Союз «и» здесь объединяет однородные сказуемые, а не обороты. Следующее задание. Обаяние, овладевшие слушателями и уносившие их далеко за эти скромные стены, разрушалось, пока, собравшись силами, музыкант не ударял вновь по клавишам. Так, заминка. Подождите, оно куда-то вот ушло. Можно с этого слайда. Тут, оказывается, неудобно, перемещаться надо. Или я тут буду стоять, да? Можно с этого слайда? Обаяние, овладевшие слушателями и уносившие их далеко за эти скромные стены, разрушалось, пока, собравшись силами, музыкант не ударял вновь по клавишам. Давайте найдем грамматическую основу. Обаяние, что делало? Разрушалось. Так, есть еще грамматическая основа. Музыкант не ударял. Но мы видим, что это предложение сложное. Две грамматические основы. Чем же осложнено это предложение? Обаяние какое? Посмотрите, определяемое слово стоит перед оборотом, овладевшее слушателями и обаяние какое, уносившее их далеко за эти скромные стены. Что мы видим? Два причастных оборота. И видим функцию союза И. Он объединяет два причастных оборота, значит, между ними мы запятую ставить не будем. Мы ее поставим в начале и закроем эти обороты на этом месте. Разрушалось, пока собравшись силами, музыкант не ударял. Не ударял, что делая? Собравшись силами, мы видим добавочное действие. Ей причастный оборот, который мы выделим обязательно. И поставим запятую, запятые на этом месте. Следующее предложение. Прочитайте его. А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда принадлежавших тёще И. 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 Еще что-то они делали, они читали длинный список с предложением. Но посмотрите, есть два сказуемых. Они у нас однородные. И союз И. Поэтому нам нужно будет внимательно посмотреть, нужно ли будет здесь запятую ставить или нет. Уже через час оба сидели за шатким столиком. И что при этом они делали? Упираясь друг в друга головами, читали. Значит, это границы оборота. Поставим запятые вот так. Читали длинный список драгоценностей. Как их определяемое слово стоит впереди, некогда принадлежавших тёще И. 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 Таким образом, ребята, выполняя это задание, в первую очередь вам нужно будет найти грамматическую основу. Особое внимание обратите, пожалуйста, на союз. И он очень часто выполняет разную функцию. И не путайте причастные и депричастные обороты. Я желаю вам успехов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...